7 часов вечера в Иркутске 8 часов вечера в Иркутске 7 часов вечера в Иркутске 8 часов вечера в Иркутске Кому нужно помогать? В первую очередь три варианта ответа. Талантливым детям, пожилым людям, либо многодетным семьям. Номера телефонов на ваших экранах, звонок совершенно бесплатный. Если у вас есть альтернативные варианты, тогда можете их тоже предлагать по телефону 707020 прямо в прямом эфире. Нам с Виталием Николаевичем очень важно ваше мнение. Виталий Николаевич, ну вы бы сами как ответили на этот вопрос? Вот благотворительных фондов сейчас много. Общественность все-таки включается активно в дела уязвленных слоев населения. Кому стоит помогать в первую очередь? Я считаю, что в первую очередь нужно помогать нуждающимся. Очень много социально незащищенных семей. Это матери, одиночки, многодетные семьи. И там и на геноокруге, где мы видим эти, так сказать, необеспеченные слои населения, мы стараемся помочь. Вот скажем, день пожилого человека был не так давно. Пенсионеры, которые действительно нуждаются, которым не хватает пенсии, мы всем выдали продуктовые наборы. 200-250 наборов каждый по годам мы раздаем. Ну дело хорошая, благотворительность. В принципе такое, кармически правильное, мне кажется, дело. Ну смотрите, ну почему же не помогает тогда соцзащита, какие-нибудь властные структуры? Почему это берет эту роль на себя общественность сегодня? Я думаю, что все помогают. Просто мы депутаты, мы и многие общественные организации, они находятся непосредственно на округе, непосредственно вот в этом районе. И они видят те слои, которым помощь нужна. Ну как вот соцзащита уже за мукой, за сахаром не придет житель, там более глобальные вопросы. А мы такие, более житейские, именно необходимые. А к депутату придет? Конечно, придет. Негде жить. Очень много жителей приходит. Помогите с пропиской. Бывает, что переехала мама с ребенком из какой-то деревни, нет прописки, на работу не берут. Как мы решаем вопрос? Разговариваем с одинокими пенсионерами. Говорим, пожалуйста, пропишите временно хотя бы. Девочка найдет работу, выпишется. Вы ничем не рискуете? Вопрос решается. Пенсионеры идут на встречу. Ну, помощь, помощь, действительно. И девушка устроилась на работу, может ребенка содержать. Я считаю, что работа именно депутата, общественная организация в этом есть, чтобы организовать и помогать. Ну, мы знаем, что в работу депутата, вот, кстати, в вашу, вошла и такая хорошая традиция, как проводить благотворительные акции. На самом деле, ну, немного таких инициатив подобных слышала я за последнее время. Вот расскажите поподробнее, она направлена на помощь кому и кто принимает участие в этой акции? В прошлое воскресенье прошла благотворительная акция по сбору детских вещей, детских игрушек, детских книг. Это была 10-я акция уже 2013 года. Проводим ее раньше с волонтерским движением седьмой школы, активно сотрудничали. Именно они нам показали, как необходимо детям, родителям вот это взаимодействие. У многих есть детские вещи. Согласитесь, дети растут, куда детские вещи девать? Их вроде ребенок вырос, и выбросить жалко. Хорошие, многие в церкви, в церковь, когда берет, когда не берет. А вот именно мы направляем акции, 4 раза в год проходит подобная акция, именно чтобы к сезону одеть детей. Сейчас как раз мы видим, да, снег падает, холодает, детские вещи нужны. Не все могут купить их, к сожалению. И мы организовали большую акцию на основке школьной, осветили это в соцсетях, наклеили объявление, что уважаемые жители, у кого есть детские вещи, у кого есть игрушки, пожалуйста, принесите. Самое интересное, что я стараюсь в этих акциях участвовать сам. И очень много пенсионеров идут, покупают детские вещи в магазине и приносят нам. Говорят, возьмите, пожалуйста, деньги никогда бы не дала, а вот детские вещи, если нужно кому-то, пусть будет. Ну вот сколько семей у вас получают такую помощь? В этот раз 60 семей. Ого! И мы собрали примерно 900 килограмм. 900 килограммов одежды и игрушек. Да. Понятно. А сколько людей пришло поучаствовать, или вы такого учета не ведете? И только ли это жители Ленинского района, или приходят еще из других районов, те, кто в соцсетях прочитал и хотел бы сделать доброе дело? Жители ехали на машинах, на велосипеде даже, где он привез. И мы почитали, 200-220 человек принесли. Ну то есть это такая разовая акция, нет у вас такого пункта, куда бы каждый мог приехать и оставить. Но ведь может же быть порыв в душе, правильно, а не приуроченный к какому-то дню, к какому-то сезону? Приемная наша. То есть мы в соцсетях освещаем данную деятельность, что, уважаемые жители, принесите. И легко в соцсетях можно задать вопрос, когда можно привезти, куда привезти. И мы под это уже подберем, чтобы приемная не превратилась у нас в большой склад. Мы пригласим жителей и тут же их разберем и раздадим. Виталий Николаевич, ну адрес приемной? Роза Людсимбург, 27. Да, Виталий Николаевич, кстати, из соцсетях ВКонтакте, вот точно видела страничку. Так что заходите, наверное, все новости там обязательно будут появляться. Какие-то требования к вещам есть или берете все, что может подойти детям? Хорошие вещи, чистые. Ну и так, как нас в школе учили, когда говорят, вы несете игрушку, мы собирали детям-инвалидам, пожалуйста, не принесите детям-инвалидам игрушку-инвалида. То есть целые должны быть игрушки, которые не стыдно отдать. Хорошо, но вот вы затронули тему пожилых людей, что продуктовые наборы, это как? Это у вас специальный благотворительный фонд действует или это тоже общественность? То есть часть общественности скидывается на поддержку и другой части населения передают. Или как это работает? Как вообще благотворительность запустить? Как начать такое движение? Часть денег и зарплаты никому не мешает купить те же продуктовые наборы и раздать нуждающимся. То есть вся благотворительность, которую мы проводим, вот тут жители помогли. Продуктовые наборы, я часть своей зарплаты каждый месяц жертвую на какие-то общественные мероприятия. А бизнес участвует? Бизнес участвует, бизнес в основном такие более глобальные. Турники поставят, конкретно я директор компании Иркутский завод металлоконструкции. Мы постоянно ставим лавочки, турники. Это по вашему профилю? Да, конечно. Это по вашему профилю. Хорошо, наши журналисты познакомились как раз с некоторыми такими неравнодушными иркутянами, которые готовы принимать участие в благотворительных акциях, поддерживать нуждающихся, поддерживать уязвленные слои населения. Давайте посмотрим, как это было. Здравствуйте. Вы же принимаете вещи, пожалуйста? Да, конечно, принимаю. Очень хорошо, вам принесли вещи. Четырехлетняя Диана Хорошилова из этих вещей уже выросла. Какие-то платья так и не успела надеть. Стали малы. Девочка вместе с мамой Марии собрали игрушки и одежду, чтобы отдать тем, кто в этих вещах нуждается. Я принесла колясочку, машинку, человечка-коняшечку, чтобы детишкам поделиться. Я потому что прекрасно понимаю, что много семей могут оказаться в затруднительной ситуации. На данном этапе разные могут быть моменты. Почему не помочь? То есть дети вырастают достаточно быстро из своих вещей, а вещи достаточно хорошие. Я думаю, я принесу и другим пример подам. Почему бы и нет. Акция по сбору вещей для нуждающихся в Ленинском округе проходит второй раз. Иркутяне приносят игрушки, детские вещи, одежду для взрослых и канцелярию. Инициатором выступил депутат по избирательному округу номер 2 Виталий Матвеичук и депутат Молодежной думы города Иркутска Елена Неудачина. Акция стартовала 15 октября. На самом деле людей пришло очень много. Много активных граждан, которые действительно хотят помочь окружающим. Всего было собрано 70 килограмм вещей. Это большие мешки, которые мы с трудностью перевозили к нам и раздавали. Вещи все разошлись буквально в три дня. Кто нуждается, мы всем помогаем. Постараемся никому не отказывать. Организаторы планируют сделать акцию регулярно и предложить проводить не только в Ленинском округе, а во всех округах города. Анастасия Цыганкова, Николай Крупченко, Камертон. Это Камертон. Мы в прямом эфире. Телефон 707020. У нас есть звонок. Дмитрий, добрый вечер. Слушаем вас. Здравствуйте. Виталий Николаевич. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Хочу поблагодарить вас за проведенную работу на Втором Советском переулке, которую провели летом по поводу устройства тротуаров и ремонту дорожного покрытия. Очень хорошо получилось и удобно для местных жителей. Единственное, был вопрос у меня к вашим помощницам возникал, когда сквозь траву, которая выросла, но пообещали с этим разобраться в ближайшее время. У меня другого немного плана вопрос. Это антисанитарийное состояние Ушинского 5. Вот сейчас идет эпидемия кишечных заболеваний по детским садам, по школам на Воленина. В том числе я вожу своих детей в 95-й детсад. И вот Ушинского 5, которыми мы каждое утро проходим туда и обратно, просто невозможно ходить. Когда вот с этим домом, который уже давно отжил свое физическое и моральное... Спасибо большое, Дмитрий. А речь идет об Ушинского 5. Я так понимаю, что там вопросы к самому дому, да? Что там на Ушинского 5? Во-первых, спасибо за благодарность. Не так много депутатов видят благодарности. На самом деле очень много жителей приходят с вопросами, на которые стараемся ответить, но не всегда получается. Трава в частном секторе, уважаемые жители, трава около приусаденного участка. Это наша с вами ответственность. Это трава у дома, мы должны ее вырывать всегда, ухаживать за территорией вокруг своего дома. Как раз в частном секторе очень трудно решить этот вопрос, потому что к жителям стучимся, говорят, это за углом, пожалуйста, сами идите выделить. Мы что делаем? Мы кого-то просим подрядчиков, своих работников, я прошу, говорю, пройдите, скосите, чтобы не стыдно было. И вот это, кстати, по траве, что надо просто обращаться. Вы здесь живете, пожалуйста, скосите. Ну пока траву припорошила снегом, давайте про Ушинского 5. Ушинского 5, дом действительно двухэтажный, туалет на улице, таких домов в городе немного, но они есть, жители, собственники квартир, малообеспеченные граждане, не платят квартплату, очень многие, дом не обслуживается как нужно, управляющая компания, и замкнутый круг получается. Они не платят, управляющая компания не обслуживает. Управляющая компания говорит, пусть заплатят, они говорят, не за что платить, нас не обслуживают. Мы там каждый год просим автодор, просим разные компании, пожалуйста, откачайте у них выгребную яму, пожалуйста, уберитесь к весне, когда это все растает. И вот если вы заметили, что по сравнению с прошлым годом, там намного стало красивее, намного лучше. Снести этот дом по сносу ветхого аварийного жилья. Сейчас что происходит в городе? Никто, кроме собственников жилья или других инвесторов, не может признать дом аварийным. Ну, к этой теме мы давайте чуть-чуть попозже вернемся. Все-таки, если говорить про санитарное состояние, вот СМИ буквально сегодня распространили информацию о том, что в Новоаренино действительно проблемы с водой. Роспотребнадзор пока по неуточненным данным не рекомендует пить воду из-под крана, рекомендует обязательно кипятить. И сейчас я очень напугана вспышкой кишечной инфекции. То есть, вы знаете, у нас в принципе год такой выдался непростой на инфекции. Вот вы, как житель Новоаренино, вы что по этому поводу думаете? Опасная или опасная вода у вас в кранах? Я, как житель Новоаренино, всегда пил воду из крана. И считаю, что вода в Новоаренино самая вкусная в кране. И сейчас, если Роспотребнадзор говорит, что какая-то эффекция возможна, давайте кипятить. Давайте прислушаемся, покипятим на месяц. Думаю, не трудно. И тем более нет официального, по-моему, обращения, что нельзя. Давайте не будем создавать панику. Будем кипятить и жить так же спокойно, как жили раньше. На всякий случай. А вот таких ситуаций, когда, правда, выгребные ямы, туалеты на улице, какая-то антисанитария, много ли у вас в частном секторе? Или это единичный случай? Это вот головная боль моя. Я, моих помощниц, вот этот дом Ушинского, опять. Мы его и придем, и уборку сделаем, и субботник там, и вокруг весной уберемся. Но что сделать? Люди не платят. Очень мало. Есть две семьи, которые, это работники детского сада. Они платят, говорят, мы единственные платим. Воспитатели. А это воспитатель, вторая нянячка, говорит, мы платим, а остальные не платят. Что делать? Мы сегодня говорим о благотворительности. Может, благотворительность в эту сферу тоже направить? Помочь как-то людям разобраться с долгами, с их? Нет, это не благотворительность, как вам кажется? Ну, жители, если находят деньги на алкоголь, на сигареты, кстати, заходишь, куча окурков, я говорю, жители, неужели нельзя убрать? Ну, уберите, это же ваш дом, ваш подъезд. Ну, подметите. Нет, не хотим. Ну, как? Ну, слушайте, раз уже затронули тему частного сектора, действительно, ситуация проблемная. Кстати, про воду. Где частный сектор, там о водоколонке. Знаю, что много у вас вопросов возникало именно к состоянию водоколонок, именно к их доступности. Сейчас как-то изменилось, потому что в городе уже сложился тренд на то, чтобы все-таки водопровод прокладывать. Эта работа уже начата, насколько я знаю, в рабочем точно идут. Такие мероприятия у вас как? Когда же у вас уже будет цивилизованный водопровод? Идете ли к этому как-то? Идем. Семимельными шагами. В 2015 году сделали водопровод в 5 домов. В 2016-м в 20 домов провели водопровод. Зимний. Как провели? Жители сами пришли, заключили договор. Им в течение двух лет провели водопровод. Но сейчас с чем мы сталкиваемся? Жителей два года прошло, им не проводят водопровод. Вот водоканал, говорит, а вы читали договор? В договоре написано, что вы после того, как исполните свои технические условия со своей стороны, пожалуйста, придите, сообщите. Жители не читают договор. Откладывают, заплатили, отложили. Что дальше происходит? Водоканал, не видя, что у них все выполнено, они не проводят воду. Так что жители уважаемые, у кого есть договор, почитайте, известите об этом водоканал, и тогда у вас пойдет срок, вот это как раз два года. А что касается колонок, все ли работают, все ли хорошо? Как вам прижилась инновация с электронными колонками, например, было у нас такое нововведение в Иркутске? Водоклонки все работают. Следим только где-то проблемы с водоканалкой, сразу же оперативно выезжает водоканал. Спасибо огромное им. Говоришь, вопрос решается. По электронным водоколонкам у нас были, на Думской комиссии обсуждали, сто сами обсуждали, люди говорят, вода достояние населения. Народа. Народа им. На что поставщик воды говорит, вода, конечно, ангара есть, никто не мешает воды набрать с ангары, но ее надо же забрать, отфильтровать, подать к вам к дому, за это все-таки надо платить. А вот именно водоколонка, в чем я как депутат вижу проблему, что неизвестно, сколько на нее воды потратили. Мы же даем субсидии и поддерживаем эти муниципальные предприятия. И когда нет подсчета, мы конкретно не знаем, сколько потребили воды. Ну так вы все-таки за электронные колонки или против? Я скажу, что я против. На моем округе я против. Понятно. Частного сектора, я так понимаю, что у вас практически 50%, есть еще одна проблема, мы ее тоже уже начинали обсуждать, это проблема ветхого и аварийного жилья. Расскажите, какие здесь у вас успехи, сколько домов удалось уже расселить? Ветхое аварийное жилье. Если мы говорим про многоквартирные дома, то здесь частный сектор немножко в стороне остается. Потому что частные угодья это... Частные угодья. Частные угодья это... У нас на округе в этом году расселили один дом. Я считаю, что это, наверное, успех нашего округа. Был признан аварийным, расселили по улице Ледовского. Сейчас дом остается в таком полуразрушенном состоянии. Для чего? Потому что оформляется земельный участок под ним. Мы всяко-разно детей огораживаем оттуда, но его снесут в ближайшее время, до конца снесут. Начали работать. Ты сам-то дом огорожен чем-нибудь? Нет. Все ли нужные заборы стоят? Легко ли туда попасть? Заборы монтируются. А, заборы монтируются. Заборы в процессе. По аварийному жилью. Сейчас веду работу активно. В сентябре месяце 20 встреч провел с жителями домов. Объясняю, что... Уважаемые жители, ваш дом постройки 60-го года. Вы стоите на капремонт на 35-й год. Вы думаете, ваш дом до 35-го дома доживет? Они говорят, нет, конечно. Я говорю, что вы ждете? Ну, как мы платим за капремонт? Я говорю, капремонт, когда придет, срок вашего дома не будет. Да, верно. Я говорю, сейчас компания предлагает услуги свои по признанию экспертной компании. Она дает заключение, что дом действительно аварийный. И на межведомственной комиссии признается дом аварийным и ставит график сноса его в городе. Сейчас у нас около 200 домов аварийных. Извините, пожалуйста, перебью вас на секунду. Есть у нас звонок 707020 Елена. Елена, добрый вечер. Вы в прямом эфире. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос насчет... Вот я слышала, что можно участвовать в помощи детских вещей и игрушек. Совершенно верно. Да. Я бы хотела узнать, когда эта программа проводится и по какому адресу. Повторим для Елены. Елен, спасибо большое. И еще раз. Телефон помощницы моей 900-906. Роза Великсембург 27. Работаем каждый день с 8 до 5. Приезжайте. Добрые дела. Делать всегда хорошо. А мы возвращаемся к аварийным жилью. Экспертная комиссия, которая может признать дом аварийным. Сейчас у вас сколько таких уже признанных аварийных? Я расскажу вам дальше. Давайте. Жители делают за свой счет экспертизу. Относят в администрацию. В администрации межведомственная комиссия признает дом аварийным. И жители спокойно ждут, когда их расселят. Мы посчитали, что с 8-ми квартирного дома примерно 5 тысяч квартир. Я говорю, уважаемые жители, заплатите 5 тысяч и ждите, когда вас расселят. Будет это 2020-й год, 2025-й, но вас расселят, вы будете в очереди. 5 тысяч – все. А так вы что? Через 2 года крыша обрушится, вы будете за свой счет ремонтировать. Вы же собственники жилья. А кто будет ремонтировать? Ну и жители сейчас пошли навстречу. И у нас ведется работа по признанию 5 домов уже аварийными. Жители поняли, что за свой счет дешевле и быстрее признать. А то, что в администрацию обращаются к губернатору, к мэру, к президенту, нет полномочий у муниципалитета это делать. То есть, смотрите, они же все равно стоят в очереди. Это же не факт, что их из ветхого аварийного дома прямо через месяц, через полгода переселят. Что это им дает? Какие бонусы? Они знают, что их переселят. Вот сейчас все дома признаны до 2012 года. Их всех расселяют до 2016 года. Президент дал 4 года на расселение домов. И сейчас мы ждем новую федеральную программу. Но если дом не признан, все, люди остаются. Как вы думаете, Иркутск-то войдет в новую федеральную программу? Потому что все, что-то еще у нас тут как-то под вопросом. Ветхого аварийного жилья в городе много. А вот никакой определенности еще нет. И программы нет, и определенности нет. Мы помним, что после выборов президента сразу вышли указы президента. И в следующем году выборы президента, я думаю, опять повторится все. И надо признавать аварийными домами. Может быть, я как депутат скажу, что администрация города невыгодна, потому что обязанность возникает расселить. Это колоссальные затраты. Порядка 100 миллионов, 200 миллионов. Но так как федеральная программа приходит в федеральные деньги, это реально сделать. И нужно признавать аварийным. 5 тысяч заплатил и живешь спокойно. По опыту ваших коллег из других округов, где тоже много ветхого аварийного жилья, есть же вот такая вот тема, например, договариваешься с застройщиком. То есть застройщик помогает. Это комплексное развитие территории. Дома сносятся, даются под современную застройку. Застройщик предоставляет квартиру. Вот такую тему не пробовали в своем округе как-то реализовывать? У нас эта программа, вот вы правильно заметили, полностью реализуется. Начало на Валенина все подлежит под комплексную застройку. Застройщик берет на себя обязанности расселить в течение 10 лет дома, выдать новые квартиры, а на этом месте построить большой живой комплекс. Я говорю про те дома, которые не подлежат. Земля неинтересна. Маленький земельный участок. По генплану у нас есть, это улица Ледовского. По генплану там идет дорога. Когда-то в 2030 году будет строиться там объездная дорога. Земля зарезервирована под муниципальные нужды. Застройщик не может прийти, конечно. Ну, кстати, про генплан. Это, наверное, самая обсуждаемая тема, она еще в плане депутатской работы, работы городских депутатов. Генплан, каким видит будущее вашего округа, начало на Валенина? Что у нас будет в Ново-Ленина согласно генплану? Ну что, мне удалось как депутату, скажу заслугу свою, похвастаюсь, нести на генплан одну школу и один детский сад. То есть мы знаем, что будет комплексное развитие территории. Это вот, считаю, что работа каждого депутата, чтобы прийти и посмотреть на будущее. Будет он депутатом, не будет. Сейчас генплан принимаем. И нужно эту территорию зарезервировать. И мы зарезервировали одну школу, один детский сад и одну территорию под развитие школы, и одну территорию под спортивный комплекс. В резерве стоит на этом участке, не могут ничего отстроить, кроме этих комплексов. Расскажите, где будет находиться у вас спортивный комплекс, школа и детский сад? Детский сад будет находиться, основка рощи, школа будет находиться на Рильской, а спортивная площадка на основке школьной. То есть мы так их распределили, где видим, где будет точная застройка, вот эта, даже не точная, а комплексная застройка. Комплексная застройка. Что сейчас школы у нас перегружены, а вот когда построят эти комплексы, действительно нужна будет школа. Но пока вернемся к вещам более будничным и более реальным. На округе все равно возникает проблема. Одна из них была связана с освещением. Одной из улиц наши корреспонденты выехали на место и посмотрели, смогли ли местные жители вместе с депутатом эту проблему решили. Давайте посмотрим сюжет. Жительницы дома номер 28 по улице Прижевальского под Октябрьским снегопадом вспоминают, как пережили прошлую зиму. Домой старались вернуться как можно раньше, до темноты. Позже страшно. Сколько здесь живут, а это уже более 30 лет, во дворе было темно. Опоры стояли, но света не было. Было очень темно. Большинство людей хотели, некоторые люди не хотели, а ребятишки, да и пожилые люди, да и вообще с работы бежишь, темно было. Там свет горит, там свет горит. А вот когда заходишь в наш двор, очень было темно. У нас здесь проводятся елки ежегодно, и поэтому полная темнота. Освещались фарами автомобилей, которые сюда подъезжали специально, освещали. И вот нынче первый год мы будем проводить уже при свете. Ситуация изменилась этим летом. Тогда жильцы дома обратились к своему депутату Виталию Матвейчуку. Он и нашел решение, предложил заменить устаревшие фонари, которые уже не функционировали на современные энергосберегающие лампы. Эту идею продвинул в управляющей компании. Замену произвели за счет денежных средств, собранных на текущий ремонт дома. Но потраченные деньги окупятся светодиодные лампы оказались экономичнее тех, что были раньше. 3 рубля 82 копейки в месяц. Во столько теперь каждому жителю улицы Приживальского обходится уличное освещение, а значит и их безопасность. Анастасия Таганкова, Евгений Шарыпов, Камертон. 70-70-20, телефон нашего прямого эфира. Вот такой вот сюжет. Виталий Николаевич мне за кадром рассказал, что вообще-то с освещением проблемы возникли не только и не столько в управляющей компании, или в каком-то дому управления, но и с самими жителями. Что с ними не так, почему так вышло? Мы видим, что наши дворы не освещаются. Очень много навалений на дворов темных. Жители идут, особенно в зимнее время, с остановки и по темноте. Но так как на Валенина есть факты противоправных действий. А знаем, да, слава на Валенина, конечно. И каждый темный перевод всегда люди обходят. У меня раньше мама, когда ходила с работы, было темно, обходила, прям чуть ли не за квартал. Действительно страшно, где темно. И вот этим вопросом, когда я начал заниматься, очень много писем написал администрацию, встреч было. И мы поняли, что, и нам дали понять, что это придомовая территория, это на балансе все-таки должны быть жители. Жители живут, они должны ухаживать. Администрация что говорит? Мы и так детские площадки ставим, асфальтируем совместно с депутатами. Но жители будут немножко поучаствовать в жизни своего родного дома. И когда мы пришли во двор, конкретно в этот, собрали общее собрание с жителями. Пришло 4 человека, из тысячи 4 человека пришли. И все сказали в один голос, нам не нужен свет. Это как это? Во-первых, денег нет. Во-вторых, дорого платить, зарплаты не повышают, пенсии не повышают. И вообще, не самое главное, придется шторы покупать. Это 4 человека, понимаете, очень трудно. Было убедить. Но мы что сделали? Собрали. Цель была, задача поставлена. Мы собрали управляющую компанию, взяли представителей администрации города Иркутска, моя помощница, и ходили в каждую семью, и убеждали, что уважаемые жители, действительно, двор центральный, и стоится елка. Давайте впереди зима будем, скинемся и поставим. С квартиры 50 рублей все вышло на установку светильников, и 3,80 платят каждый месяц. В квартплату включают, жители не заметили этого. Но когда сейчас светло, и все рады, все благодарны. Я думаю, что довольны, да. 70-70-20, телефон прямого эфира, у нас есть звонок. Ирина, добрый вечер, вы в прямом эфире, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. У меня вопрос такого плана. Мы живем в Парузе, Лексенбург-29. Кто может помочь в уборке не при домовой территории между домами 31, 29 и 27? Мы уже осенью начинали там убирать, но управляющие компании Народная Северная начали нас ругать, что мы складируем там ветки, обрезки. Деревья очень большие, мы своими силами обрезку и формовку деревьев произвести не можем. Спасибо большое за вопрос. Думаю, Виталий Николаевич может помочь хотя бы советом ценным. Проблема, я немножко не услышал проблему. В том, что деревья... Проблема, да, с деревьями. Деревья или уборка территории? Вот если уборка территории, то нужно собраться, во-первых, пригласить нас. Соберемся с управляющей компанией с двумя воочию и определим, что давайте вот границы, вы до сюда убираетесь, а вы начиная отсюда, вот эти, то есть мы делим двор на четыре части, и каждая управляющая компания включает в тариф уборку этой территории. Так как мы сейчас отмежевали придомовую территорию, многие управляющие компании говорят, это не наша территория, не будем убираться. Но жители могут убирать любую территорию за счет вместе с управляющей компанией. Собраться нужно, отмежеваться, кто какую территорию убирает, и какая компания за какую территорию ответственна. Я думаю, это вопрос решаемый. Вот как раз это взаимодействие депутата, одной управляющей компании, администрации города. Вот и мы заключаем. Ну вот людям поможете, да, адрес они назвали? Конечно, пусть обращаются на прием. Я принимаю каждый понедельник, когда нет Думы. Следующий, кстати, понедельник Думы у нас. Комиссия по ЖКХ, сидим бывает до восьми, до девяти вечера. Я думаю, что в пятницу пусть подходит, мы вопрос решим. Спасибо большое, Виталий Николаевич. Давайте подведем итоги интерактивного опроса сегодняшнего. Мы спрашивали, кому нужно помогать. В первую очередь, талантливым детям, пожилым людям, либо молодым семьям. С огромным отрывом, как мне сообщает режиссер, побеждает вопрос, ответ пожилым людям. Пожилым людям, что, в общем-то, и происходит на округе у Виталия Николаевича? Ну вот как оцениваете? Такой-такой вариант, действительно ли пожилые люди у нас самые уязвимые? Пожилые люди, это самые заслуженные. То есть всю жизнь отдали на благо города, на благо района. И оказалось, мы встречаемся на 9 мая. На День пожилого человека, они рассказывают, как они строили вот этот дом. Я им благодарен, что они создали для нас город и создали такой район. Ну а мы благодарны вам очень, что пришли. Приходите к нам еще. Это была программа Камертон. Мы с вами прощаемся. До встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова